Решение о поднятии тарифов 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 Потому что я понимаю, что это решение непопулярное. Каждый из вас должен это понимать. Только скажу, что при тарифе в Дегриде и в Дегриде городу Житомир коммунального предприятия нет смысла покупать и ремонтировать троллейбусы, потому что эти троллейбусы никогда не отнимаются. Если я правильно понял ваш спич сначала, то ситуация складывается следующим образом. Для того, чтобы у города были деньги, покупать троллейбусы и ремонтировать их, мы должны поднять лифт частным перевозчикам на мужской автобус. Я правильно все понимаю? Сейчас в троллейбусе 80% едет в львовник. А если часть львовника перейдет в маршрутки, потому что в данном случае людям будет все равно ездить в троллейбусе или маршрутке, то троллейбусная трава троллейбусного управления получит гораздо больше выручки. Если человек собирался стать перевозчиком, идти в этот бизнес, он прекрасно понимал, что он должен будет выполнять эти законы. Закон Украины, закон Украины, закон Украины. Если они не выполняют этот закон, значит они не могут тогда перевозить. Причем здесь мы сейчас поскладываем оплату льготников за счет кармана простых обывательств, за счет каперзантов, за счет рабочих простых. Есть закон Украины. Они пошли туда работать, пусть они его выполняют. Это реально. Разница в том, что до 2016 года эти компенсации хотя бы частково выплачивались. В 2016-2017 год они прекратились. И когда мы говорим о выполнении закону, то выполнение законов должны быть обеих сторон. Если законам предбачено, что гарантуется гражданам пильга, то в этом же законе предбачено, что тот, кто ее гарантует, має забезпечить ее финансово и выполнение. В данном случае не соблюдали закон, как одна, так и другая сторона. Как и государство, которая популястично гарантует пильги, но их финансово не прикрепляет, так и перевозники, которые должны возить пильговые категории граждан, но в связи с тем, что их не компенсируют, тоже частково не выполняют данное решение. И мы можем долго шукать край него десь там в Киеве, но вопрос, что сегодня использоваться той самой пильгой, не может житомиряне. И решение, чтобы они не использовали себя, лежит в площадке данной додатковой угодной. И если сегодня достигнет компромисс, что перевозники берут на себя это додатковое финансовое навантажение, то это решение на локальном уровне, а не посылающись на Киев. Вот если человек может доехать на силикатный, он может поехать только маршруткой. Если люди живут на Андреевской, они могут доехать только одной маршруткой транспорта городского коммунального туда нету. Значит, мы выручиваем их рост. В правом Андреевском управлении уже посчитано проект строительства линии до силикатного завода по промышлению и так далее, чтобы было обеспечить людей, довоз, коммунальным транспортом, Андреевском, по всей промышленности, а потом все силикатного, лодка, стекла, и все другие, какие волокна, и все предприятия, и новая, и так далее, и все предприятия. И мы будем дальше насаждать и развивать коммунальный транспорт и собирать постепенно, которые наступают. Но мы говорим, что в ближайшее время не надо купить в любом случае 40 автобусов, 40 автобусов, 37 автобусов, это то количество, которое обеспечит, покроет все микрорайоны, обеспечит доступ к жителям этих микрорайонов к коммунальному транспорту. 37 автобусов, которое обеспечит доступ к жителям этих микрорайонов к коммунальному транспорту. Багато хто казав про атамани, які вийшли на 58 маршрут. Ми ці автобуси придбали, стоїмо з цих автобусов, інвестиції, внесли в місто Житомир, 16 млн. Стоїмо з одного автобуса – 1 млн 600 млн. На сегодняшний день мы его взяли в лизинг. То есть мы за него платим деньги. Мы платим деньги. На перспективу мы працюем, что вот поднимется тариф, и мы раздамо зараз эти деньги, которые одолжили. Мы взяли топливо в кредит, запчастки в кредит. Все остальные моменты тоже беремо в кредит. Если я правильно понимаю, то перераховываю, потому что от заступника я не почув цей ответственности. Инвалиды войны, участники боевых действий, дети инвалиды, инвалиды 1-2 группы, ветераны військовой службы, органы внутренних стран, ветераны державной службы со специального связка, особи, звольнені з військовой службы, которые стали инвалидами в час проходжения, пенсионеры за веком, реабилитованные граждане, которые стали инвалидами внаслідок репрессии или пенсионерами. И дети из многодетных семей без обмежений будут перевозиться безкоштовно. Так? Акція не разрешена. Так? Тобто, оця категорія людей вся будет... Акція. Так? Она много в обмежения. Так, так. Без обмежений. Пункт 1, 2, 8. Привод обучального процесса, получив стихий, приезжающих за обучальніх заходів, на кого все, кто прорисует в режиме маршруток на всі два грива. Я думаю, что рекондицию все-таки сделать, что дети, большинство нового века до 16-го года, все-таки подвірили. Данное голосование данного голоса. Данное голосование данного голоса. Данное голосование. Мой ответ. Мой ответ. Привод обучальник. Мой ответ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...